Для Виктора Петровича это уже третья прямая линия. Как он вел себя в этот раз? Потому что у многих сложилось такое чувство, будто он был более искренним. Искренность это же не какие-то технологические вещи, это скорее не боязнь камеры, не боязнь говорить. В этом плане четкое понимание, и самое главное, с вот этими решениями. Вот дам поручение прямо тут же в прямой линии. Вот это там главе муниципалитета, а это там, например, МинЖКХ. А вот то, что он заранее знал, все цифры и так далее? Ну, вообще, большую часть цифр он знает. С другой стороны, его же к прямой линии готовили. Он все равно владел разбитыми по блокам вопросами. Вопросы приходящие, что он прямую линию, что там, ну вот в интернете они висели. Да, их закупировали по блокам, описали вот в каждом блоке, что есть. В этом плане он продемонстрировал подготовленность к прямой линии. С началом СФО в России стараются обходить такие проблемные, тяжелые вопросы. Скоро, к тому же, еще и предвыборная гонка на пост президента страны. Подскажите, пожалуйста, по-вашему, темы были подобраны хорошо? Темы были, ну вот на мой взгляд, подобраны идеально. И включение там с фонда защитников отечества было действительно, ну вот ответом, что происходит, где чего, да. Оттуда три вопроса прозвучало, они разноплановые были. При том, что через эти вопросы Томенко продемонстрировал и то, что уже делается в крае, и главное, что будет дальше делать. Ну вот в части поддержки, в части там льгот и вообще работы с большим этим конгломератом добровольцев, да, и тех, кто служит нам. Поэтому здесь все было действительно, как бы, правильно и подобрано, и действительно правильно потранслирована вся эта работа. А то, что все остальные вопросы, да, они касались и показали конкретику, вот, которая касается любого маленького муниципалитета или маленькой семьи, да. Вот, там, касается, там, вода у нас или там сотовой связью, вот у нас 100 человек, а с сотовой связью плохо. А вот со школой проблемы, мусор не выводится, да. То есть какие-то локальные вещи со всех территорий края, да. И при этом все же понимали, при этом не раз это проговаривалось, да, что пришло 9,5 тысячи, да. И что они вот такие все вопросы. И что власть в лице губернатора, да, при том, что, ну, мы же понимаем, что большая часть тем, которая там звучала, это вообще проблемы или недоработки муниципальной власти, а не краевой. Ну, губернатор, который у нас, в принципе, олицетворяет власть, да, вот, в том числе и в это должен вмешиваться, делать и решать эти проблемы. И это то, что касается, вот, просто семьи, да. И, собственно говоря, вот эта тематика, и нам такой же подбор будет и в компании президента, мы это увидим. Жители все-таки хотят от власти слышать, вот, обращение к ним лично. Они и так постоянно видят, там, где-то там в новостях еще чего-то, там, мы реализуем программы, там, с ключевыми, там, показателями. Ну, это неинтересно людям. Они не понимают, а чем это им близко. А в данном случае прямая линия показала вот соучастие в решении маленьких локальных проблем, но, которые все остальные на себя могут присвоить. А у нас-то то же самое, да, а почему мы не написали? Давайте мы еще раз попросим, напишем. И в данном случае прямая линия была вот диалогом губернатора с каждым отдельно. Вот к жителям Алтайского края вообще он и так обращается. А здесь он попытался поговорить с каждым. Стала ли прямая линия популярна у жителей Алтайского края и как она в целом отражается на имидж нашего губернатора? Прямая линия – это диалог. Диалог с жителями, диалог с обществом, да. И здесь как раз новая искренность, доверие к власти, соучастие власти в жизни людей, решение этих вопросов поднимает рейтинг любой власти. В данном случае, то есть можно было пойти, ну, идут двумя путями всегда. Первый – официоз, победные реляции, там, и сухой язык. В таком случае серия – ой, ну, власть нам ничего типа не делает, как обычно, если мы есть власть, да. А есть то, что вот Виктор Петрович продемонстрировал. Вот, соучастие, вот, а это же из мелочей, обращение, там, Иван Петрович, ну, вот, рассмотрим, да, или вот, хорошо, да, вот, смотрите, возникла проблема, да, вот, смотрите, если здесь муниципалитет с водой по Кирову в Барнауле, а вот там еще и МинжиПХ совместно с муниципалами подключается, да, и вот он, как бы, отвечая с искренностью, да, разумеется, это повышает рейтинг власти, в принципе. А это, например, говорит еще о том, что Виктор Петрович здесь своим стал, вот, если все равно в первом сроке к нему еще, ну, как бы, там, приехал, там, и так далее, да, то за вот первый срок и сейчас, ну, к своим, к нему, вот, обращаются к своему, у него только что закончилась успешная избирательная кампания с, действительно, с большим результатом, да, а мало того, он прямой линией еще и закрепил эти результаты. То есть все-таки избирательную кампанию мы увидели другого Томенко, который, действительно, там образ сменил и больше в публичность вышел и вообще общаться больше начал и прямая, вот сейчас прямая линия закрепила этот образ в массовом сознании.